Взрывы на Титане. Первая фотография гелеобразной субстанции на поверхности Луны. Периодические вспышки сверхмассивной черной дыры. Об этом и многом другом поговорим в этом видео. Это 38-й выпуск Астрообзора. Подборка интересных космических событий за последние пару недель. Я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Итак, взрывы на Титане. Ну, очевидно, что речь пойдет не об этом. Наверняка для многих из вас, как и для меня, Титан является одним из самых интересных спутников в Солнечной системе. Но я всегда рад, когда появляется какой-то новый материал о Титане для Астрообзора. На этот раз вышло новое исследование, касающееся озер на Титане. Титан — единственное известное тело в Солнечной системе, кроме Земли, на поверхности которого стабильно существует жидкость. Правда, не вода, а жидкий метан и этан. Ранее я уже рассказывал о том, что ученые считают, что, по крайней мере, некоторые озера Титана образовались в результате карстовых провалов. А о поверхности Титана и о наличии озер и даже морей мы знаем благодаря данным аппарата Кассини, исследовавшего систему Сатурна. Однако есть некоторые озера, которые не удается объяснить таким образом. Об этом и рассказывают новые исследования. Так что же не так с карстовой версией? На Земле карстовые озера образуются, когда обваливаются подземные пустоты, появившиеся из-за воздействия воды. На Титане же жидкий метан может растворять лед и твердые органические вещества спутника, в результате чего появляются резервуары, которые затем заполняются жидкостью. Такой механизм может отвечать за образование многих озер. Но есть и исключения. Это небольшие озера, десятки километров в поперечнике, у северного полюса Титана. И главная их отличительная черта — это крутые края, возвышающиеся над самими озерами на десятки и, возможно, даже сотни метров. Вот эти озера в представлении художника. Такие образования нельзя объяснить уже упомянутыми процессами. Края этих озер поднимаются вверх, тогда как карстовые процессы, наоборот, обрушивают породу. В новой же модели, речь идет о взрывах, предполагается, что в коре Титана могут быть карманы с жидким азотом. Напомню, что азота на Титане предостаточно, и та же атмосфера состоит примерно на 95% из него. На Титане очень холодно, примерно минус 179 градусов Цельсия, но температура может колебаться. Тот же метан, который содержится в атмосфере, играет роль парникового газа, и в определенные периоды Титан может становиться теплее. Ну, то есть относительно теплее. Здесь по-прежнему очень холодно, но температура поднимается достаточно, чтобы азот в карманах нагревался, очень быстро превращаясь в газ. Он расширяется очень быстро, подобно взрыву, и образуются кратеры с высокими стенками, которые затем заполняются жидким метаном. Эти озера с высокими краями долгое время оставались загадкой. И это новое исследование, основанное на данных Кассини, наконец предлагает объяснение. В прошлом острообзоре я рассказывал, что китайский луноход Юту-2 обнаружил на обратной стороне Луны, в небольшом кратере, некую субстанцию, которую в анонсе назвали гелеподобной. Какое-то вещество, которое отличается по цвету от окружающего грунта. Учитывая, что оно находится на дне ударного кратера, это вполне может быть расплавленная порода, превратившаяся в стекло. Тогда еще не были опубликованы снимки с близкого расстояния, мы лишь видели тот кратер с определенного удаления. Но поскольку ученые захотели исследовать образец спектрометром, чтобы узнать его состав, с риском для себя луноход подобрался к самому краю кратера. И китайская программа по исследованию Луны опубликовала снимок, на котором предположительно видно эту субстанцию. Ну, давайте посмотрим эту фотографию. Что? Ну-ка, поближе. Первая моя мысль. Да нет. Не может эта явная, прямоугольная, прозрачная, зеленая штука быть той самой субстанцией. Ну, конечно, нужно для начала прочитать подробности, но я, честно говоря, уже вижу заголовки или даже целые новости про прямоугольный блок зеленого геля на Луне. Еще не помогает то, что у нас мало информации и комментариев от Китая. Ну и сама фотография достаточно плохого качества. Ну, все же, что это такое? Если приглядеться, в зеленом прямоугольнике мы видим красный кружок вокруг нужной поверхности. Сам же общий снимок, на котором виден кратер, сделан черно-белой камерой, нужной для преодоления препятствий. То есть зеленая область — это точно не данные с этой камеры. Далее, как я уже сказал, луноход подобрался поближе к кратеру, чтобы воспользоваться инструментом VNIS. Спектрометром, работающим в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, чтобы узнать состав области. У спектрометра очень маленькое поле зрения, в отличие от обзорной камеры. И, видимо, зеленая область — это данные спектрометра, наложенные на снимок кратера. Но, к сожалению, данные анализы пока не были опубликованы. Ну а из-за качества снимка тоже сложно делать выводы, но, возможно, мы еще узнаем подробности. Ну а вообще, похожие области, например, уже находили во время миссии Аполлон-17. Вот снимок кратера, из которого брали образец. Тут мы тоже видим отличающуюся по цвету область, а в образце содержались фрагменты минералов и темное стекло, образовавшееся при формировании кратера. Так что, вероятно, в кратере, изучаемом китайской миссией, обнаружено нечто подобное. Ну, я точно не ставил бы на пот пришельцев. Наверняка многие уже об этом слышали, ведь в случае с такими сенсациями информация поступает достаточно быстро. Но я не могу не сказать хотя бы кратко об этом в астрообзоре. К тому же, с момента открытия уже появились кое-какие данные. Возможно, вы уже догадались, что я говорю об открытии Геннадием Борисовым, первой в истории межзвездной кометы. И я не буду пересказывать всю историю, а просто оставлю ссылки в описании на видео других космических каналов. Например, у Александра с Астр Ченнел вышло большое видео об открытии, а главное, он там взял интервью у самого первооткрывателя. Так что информация из первых рук. Обязательно посмотрите. Очень интересно. Единственный открытый межзвездный объект до этого — Оумуамуа. Его, скорее, называют межзвездным астероидом. Но у новой кометы Си-2019-Q4 Борисов видна отчетливая диффузная природа. То есть она на снимках выглядит не как точка, а ее окружает как бы размытая облачко комы, характерной именно для комет. Так что это первая межзвездная комета. Вот анимация из кадров, которые сделал Геннадий Борисов. На них видно движение кометы. Еще одно заметное отличие от Оумуамуа — это гораздо больший эксцентриситет. Орбита с эксцентриситетом 0 идеально круглая. Эксцентриситет эллиптических орбит от нуля до единицы. А вот больше единицы — это уже не эллиптическая, а гиперболическая орбита. И объект, который двигается по гиперболической траектории в нашей Солнечной системе, должен быть гостем из другой системы. Эксцентриситет Оумуамуа равен примерно 1,2. А вот у кометы Борисова он больше трех, что является абсолютным рекордом. Вот так выглядит примерная траектория движения кометы. После открытия за объектом тут же принялись наблюдать десятки обсерваторий по всему миру. И, например, уже известен размер. Это приблизительно 20 километров поперечники, а также его скорость — где-то 100 тысяч километров в час. Максимально сблизиться с Солнцем она на рубеже 2019 и 2020 года. Ну а разглядеть невооруженным глазом ее, конечно, не выйдет. И уже успели получить первые спектры объекта. И оказалось, что по составу комета очень похоже на аналогичные тела нашей Солнечной системы. Возможно, процессы их формирования похожи в других системах. Но у астрономов есть еще несколько месяцев наблюдений, так что, думаю, мы еще не раз услышим об этой комете. И особенно круто, что первый в истории объект в своем роде обнаружен фактически любителем. И это при том, что сейчас по всему миру большое количество мощных автоматизированных систем по поиску. Ну а еще круче, что телескоп с апертурой 65 сантиметров, с помощью которого было сделано открытие, Геннадий Борисов сделал сам. Не знаю, как вы, а я искренне рад такому успеху. И очень круто видеть имя Геннадия Борисова в статьях на сайтах НАСА и Европейского космического агентства. А теперь космическая подборка. Это поверхность Марса. Снимок инструмента Hi-Rise на аппарате МРО. Слева мы видим последствия лавины и образовавшееся облако пыли. Такие лавины происходят марсианской весной, когда тепло дестабилизирует многослойный полярный грунт. А это новое потрясающее изображение Сатурна, полученное телескопом Хаббл. И это тоже работа телескопа Хаббл. Галактика UGC 695. Так называемая галактика низкой поверхностной яркости. Как можно понять из названия, они очень тусклые. Они тусклее фона неба или яркости самой атмосферы. Серия кадров аппарата ЮНОНа, на которых видна динамика гигантского шторма Юпитера Большого Красного Пятна. Нам мало одного интересного спутника планеты в этом выпуске, поэтому поговорим еще об одном. О спутнике Юпитера ИО. Самом вулканически активном теле Солнечной системы. Кстати, основным источником тепла для вулканизма являются приливные взаимодействия с Юпитером. Ранее была версия, что под поверхностью спутника может находиться океан магмы. Собственно, откуда взялась такая идея? Дело не только в том, что на спутнике извергаются вулканы и как минимум в каком-то количестве магма присутствует. Когда аппарат Галилео изучал систему Юпитера, он обнаружил изменения в магнитном поле гиганта рядом со спутником ИО. Спутник, как и многие другие луны, находится внутри магнитосферы планеты-гиганта. Вариации магнитного поля планеты можно было бы объяснить взаимодействием с магнитным полем спутника. Но у самой ИО как такового своего магнитного поля нет, поэтому должно быть какое-то другое объяснение. На этой анимации орбита показана желтым кольцом. И ученые пришли к выводу, что учитывая активный вулканизм, магнитное поле Юпитера может взаимодействовать с океаном магмы под поверхностью. И это объясняло полученные измерения. Но новое исследование предлагает альтернативное объяснение. У ИО есть слабая атмосфера, состоящая в основном из диоксида серы и обусловленная также вулканическими выбросами. Согласно более старым данным, эта атмосфера не такая плотная. Однако более поздние наблюдения показали атмосферу плотнее. Но она не одинаковая везде. В местах наибольшей активности выбросы поднимают газ и пыль на высоту до 400 километров. Это, кстати, реальные кадры выбросов. Так вот, моделирование показало, что взаимодействие плазмы магнитосферы Юпитера с асимметричной атмосферой спутника вполне может объяснить поведение, которое зафиксировал Галилео. Это не исключает полностью возможности существования океана магмы. Но, по крайней мере, делают его необязательным для объяснения наблюдаемых эффектов. Ну и, как всегда, будущие миссии и более качественные данные помогут в дальнейшем прояснить ситуацию. А что там у нас за обнаруженная планета с водой? Возможно, вы уже слышали об экзопланете K2-18b, которая находится на орбите Красного Карлика в 110 световых годах от нас. Ученые использовали архивные данные телескопа Хаббл за 2016 и 2017 годы. С помощью специальных алгоритмов из света звезды удалось отфильтровать спектроскопические данные по атмосфере планеты. И в данных обнаружили признаки наличия водяного пара. Также в атмосфере обнаружены водород и гелий. Особенность в том, что экзопланеты находятся в так называемой зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от звезды, где вода может находиться в жидком состоянии. И это первый в истории случай, когда нашли признаки водяного пара у планеты в зоне обитания. К-2-18b в 8 раз массивнее Земли. Пока обнаружили водяной пар только в атмосфере. Жидкая вода на поверхности может быть только если планета землеподобная. То есть если она вообще имеет эту поверхность в привычном понимании. Но пока точно неизвестно, какая это планета. Она может быть и подобной Земле, имея не Нептуном, с каменным ядром и очень толстым слоем из водорода и гелия. Но пока рано говорить о том, что планета может быть обитаемой или, по крайней мере, пригодной для жизни, которая известна нам. Существует много неопределенностей и факторов, говорящих против этого. Во-первых, планета находится на близкой орбите, совершая полный круг за 33 земных дня. И может находиться в приливном захвате. То есть всегда быть повернута к звезде одной стороной. В таком случае она имеет отличающиеся условия на дневной и ночной стороне. Также пока неизвестно количество воды в атмосфере. И разброс в оценках очень большой. От долей процента до 50%. Если это каменистая планета, при меньших значениях это может быть планета с водными озерами. А при максимальных, планета-океан, полностью покрытая водой. Но еще важное отличие от нашей планеты в том, что родительская звезда не является относительно спокойным желтым карликом, как наше Солнце. А это красный карлик, проявляющий высокую активность. И планета может получать намного большую дозу высокоэнергетического излучения и звездного ветра, чем мы на Земле. По этой же причине не так много надежды на то, что ближайшая к нам экзопланета, Проксима Центавра Би, может иметь пригодные для обитания условия. Несмотря на все это, сам факт обнаружения водяного пара у планеты в зоне обитаемости все равно является сегодня уникальным. И следующие поколения телескопов смогут узнать о ней намного больше. Повторяющиеся сигналы из космоса. Когда-то они ставили ученых в тупик и даже возникали версии о сигналах от внеземных цивилизаций. Но потом оказалось, что это пульсары. Кроме того, есть переменные звезды с предсказуемым периодом. Но еще ни разу не удавалось зафиксировать периодические изменения интенсивности сигнала именно от сверхмассивной черной дыры до недавнего времени. Речь идет об активной сверхмассивной черной дыре в центре галактики GSN 069. Она удалена от нас на 250 миллионов световых лет. Две рентгеновские обсерватории XMM-Ньютон и Чандра обнаружили необычные вспышки, исходящие от этой черной дыры. Еще в декабре прошлого года XMM-Ньютон зафиксировал кратковременное увеличение яркости рентгеновского источника в 100 раз. Затем яркость снизилась до обычных значений, но через 9 часов вспышка повторилась вновь. Последующие наблюдения на протяжении двух месяцев показали, что периодичность в 9 часов сохраняется. Вот анимация кривой блеска и вспышек в рентгене. Само по себе изменение яркости активного ядра галактики не является чем-то новым. Беспрецедентно именно то, что эти вспышки повторяются через равные промежутки времени. Ученые пока назвали этот феномен квазипериодическими вспышками. Еще наблюдения показали, что со временем вспышки становятся немного слабее, а перерывы между ними увеличиваются. Напомню, что излучение идет, конечно, не от самой черной дыры, а от вещества, которое падает на нее, в результате трения разогревается до огромных температур. Это и фиксируют телескопы. Пока неизвестно, каков именно механизм этих периодических вспышек у сверхмассивной черной дыры, но у ученых есть две версии. Во-первых, это особенности механизма аккреции. Возможно, есть некая нестабильность в потоке вещества, которая падает на черную дыру. С определенной периодичностью накапливается энергия, становится нестабильной и происходит вспышка. Вторая версия, что диск из газа и пыли вокруг сверхмассивной черной дыры взаимодействует с каким-то еще телом. Это может быть другая черная дыра или останок звезды. Несмотря на то, что это первый случай регистрации такого явления, ученые считают, что оно может быть достаточно распространено. Но периодичность у конкретно этой черной дыры удалось зафиксировать, потому что ее масса всего 400 тысяч солнечных. А вот у более массивных черных дыр с миллионами или даже миллиардами солнечных масс, подобные изменения яркости могут происходить гораздо медленнее и, соответственно, их сложнее зафиксировать. Ученые будут продолжать наблюдение и пытаться найти объяснение этому феномену, а еще найти другие подобные примеры. А теперь рубрика Астромедия. В этот раз я расскажу не о каком-то одном фильме, видео или книге, а о целом агрегаторе. Наверняка многим из вас из научно-популярной тематики интересен не только космос, но бывает достаточно сложно найти что-то годное и чтобы это было хоть как-то проверено. Наверняка не все из вас знают про такой проект как Сайтопус. В нем собран и отфильтрован практически весь науч-поп на русском, а также паблик, в котором автоматически публикуются все новые видео на каналах, которые подключены к специальному ПО. И если что, это не платная реклама. Сайтопус – мои хорошие друзья, и благодаря ним я познакомился и общаюсь с многими другими блогерами и популяризаторами. Так что заходите и подписывайтесь. Если хотите меня поддержать, ставьте лайк и оставляйте комментарий, чтобы этот ролик увидело больше людей. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, на Ютубе и всеми другими способами. Пока!